приветствую вас дорогие друзья коллеги партнеры собственно рады вас приветствовать на технико экономическом вебинаре это традиционный который проходит у нас по средам собственно сейчас он проходит два раза в месяц по причинам того что мы действительно как члены правления очень много перемещаемся очень много сейчас поездок вот ближайшая поездка это будет в начале африка потом вильнюс сегодня расскажу как новости официальной компании так это что вообще происходит внутри нашего проекта внутри skyway capital видите даже даже времени на подстрижку нет элементарно честно говорю потому что действительно как бы работы очень и очень много у всех людей которые сейчас активно развивает проект skyway я хотел бы сегодня в уже завершающей часть своего выступления и она будет самая такая продолжительная обязательно очень так серьезно остановиться потому что это дорожная карта которую сейчас заложил своем интервью михаилу кириченко антолий эдуард а чуницкий это дорожная карта так скажем на ближайшие месяцы то есть до апреля девятнадцатого года все расписано все спланировано и многое друзья нам было сделано уже ранее это не может не радовать потому что четкое видение стратегия всегда является преобладающими основами и именно перспективами успеха компаний и корпораций что собственно наш полководец генеральный конструктор анатолий эдуардович и делает но в начале друзья я хотел бы остановиться на том что произошло у нас за это время то есть у нас была поездка в грузию и я могу сказать что это была очень мощная поездка со всех точек зрения то есть в начале у нас было достаточно серьезное обучение поставьте кстати плюсики кто находится сейчас в аудитории кто присутствовал на обучении в тбилиси потому что ну я на многих тренингах было и достаточно много и книжек и материалов читал изучал постоянно стараясь самообучаться мне очень понравилось это обучение потому что она раскрывает потенциал действительно наших лидеров наших будущих движителей в том числе адресных проектов грузии в других странах ну и собственно мы уже можем сказать что первые шаги сейчас по адресным проектам нас как членов правления skyway капитал и всей инвест проводящей системы всей именно повторюсь системы не сети не партнерской программы и так далее то есть как я обрисовал в грузии своем выступлении друзья мы сейчас выстраиваем и выстраивали и будем продолжать выстраивать крупной системный бизнес направленные на именно запуска на реализацию технологии будущего который уже реализуется действительно осуществляется в настоящем друзья я могу привести примеры и кто-то скажет что это вода и так далее но я не могу этого не сказать более того сейчас мы готовим очень мощный материал дубликации франтишек вильнюсе представит франтишек solar это замечательный мой коллега товарищ партнер который присоединился к нам в члены правления зимой этого года и собственно это было доказано работой это было доказано планомерным результатом и мы с ним совместно разрабатываем систему дубликации она также будет распространяться на новые материалы соответственно лендинги мирового уровня уже и я думаю что все лендинги которые готовили различные тайсио там и так далее то есть это даже будет учтено но мы не будем делать так скажем именно направленно по все какое-то размещение но лучшие все черты из этих материалов будет взяты то есть будет перевод в канал телеграм я думаю что все мы с вами обязательно с радостью присоединимся в канал телеграм то есть в русском канале тело телеграм будут тысячи десятки тысяч тех людей которые поддерживают сейчас проект skyway и активно его развивает в индийском канале может быть будет чуть меньше но с перспективе это будет цифра расти объясню почему почему мы так задумались надо автоматизации потому что друзья мы тоже на себя берем ответственность как члены правления за стратегию именно реализации тех планов которые наметил антолий эдуардович уницкий потому что естественно стоит понимать друзья что если бы антолий эдуардович как действительно гениальный изобретатель инженер конструктор математик не придумал 2014 году соответственно инвест проводящую систему на крауд инвестинг и 4 более четырех лет это все развивается без этого действительно драйвера роста и венчурного инновационного проекта под названием система которую мы выстраиваем и я приведу далее сравнение чтобы у вас у всех голове друзья это осталось ничего бы не было сейчас мы не сидели бы в этой виртуальной ком комнате сейчас соответственно не было никаких бы договорю договоренности и курса на восток ничего бы этого не было друзья потому что все что сейчас происходит это благодаря видению стратегию антолий эдуардович и благодаря каждому из нас с вами друзья это нужно помнить то есть мы начали этот процесс и честь и хвала тем кто присоединился вообще еще до 2014 года потому что если бы не было тех этапов развития еще старейшие истории старинные истории skyway то не перешло бы уже на новейшую историю skyway когда начался процесс становления великой системы то что мы с вами развиваем я могу привести сравнение друзья там у меня родилась эта аналогия на тренинге благодарю юрия галату благодарю всех лидеров благодарю тех кто но мы в парах работали и пришло некоторое видение вы все прекрасно понимаете что такое путевая структура так вот друзья вот вот эти вот преднапряженные стальные проволоки это части нас с вами как системы то есть мы как объединение людей мы являемся ядром внутри концепции проекта сугубо мой взгляд сугубо мое предположение потому что я имею право высказывать такие предположения на вебинаре в среду которая не касается возможно мнение официального но это действительно меня лично заряжает поэтому я считаю своим долгом это вам передать соответственно потом а моноличивание и защита вот этой преднапряженной стальной конструкции стальных проволок поставьте плюсики кто понимает о чем я говорю может быть присутствует на вес новички вообще возможно вы не знаете что такое струна что такое преднапряженной конструкции и соответственно моноличивание это стратегия развития и монолит это вся система skyway capital которая была выстроена и друзья далее идет соответственно стальной корпус головка рельсы которая также является инновационной это зао струнные технологии это то что было рождено уже далее за финансированием инновационного проекта и соответственно подвижная перемещается подвижные составы это тот рынок который мы с вами создаем и станции это те континенты которые будут связывать это рынке эти рынки собственно кому понравилась эта аналогия будете использовать в работе потому что меня это действительно заряжает и я это даже зарисовал я это в качестве такого коллажика поставил на свой рабочий стол поставьте от 1 до 10 у кого какое мнение по этой мысли то есть давайте максимально давать обратную связь потому что естественно мы вебинар вещаем не сами для себя друзья мы огромная команда и знаете что меня поразило я думал что от нас 100 200 тысяч человек активно развивает сейчас проекты действительно я могу сравнить нас как 300 спартанцев друзья потому что развивает всего лишь десятки тысяч людей которые активно ежемесячно инвестируют остальные же инвестировали ну так скажем на ранних стадиях разово сейчас очень много повторных инвестиций друзья и мы будем очень интересные маркетинговые материалы выкладывать которые соответственно будут еще ускорять будет автоматизация будут внедрены чат-боты будет внедрены внедрена концепция будем пробовать хотя бы авто вебинары появятся многочисленные спикеры сегодня кстати один из первых спикеров должен был присоединиться но еще находится в дороге вас будут ожидать на каждом вебинаре в среду который будет проходить сейчас два раза в месяц и следующий вебинар запишите себе будет проходить 30 1 октября соответственно будут ожидать сюрпризы ожидать будут спикеры различные и мы будем делать из этого для вновь приходящих еще больше интересные такие именно по концепции вебинаров новые так вот друзья мы действительно переходим на новый этап и то что антолий дуардыч объявил на экофесте это поражает это выстраивает видение и это дает возможность задаться всего лишь одним вопросом будет ли это сделано сейчас я могу сказать антолий дуарда чего на не раз это доказывал это за доказывал десятки раз я думаю докажет сотни раз на что его цитата и я ее поддерживаю это действительно цитата великого инженера гения изобретателя и стратега мужик сказал мужик сделал то есть даже на английский на другие языки сейчас эта фраза переводится потому что это действительно на то тот принцип который панатолий дуардач делает прослеживаемым на протяжении всей своей деятельности и и та цена слова огромная цена слова огромная ставка так скажем ва банк и вы видели сейчас я на этом вебинаре не буду останавливаться на подобных новостях но мы обязательно об этом еще пообщаемся то есть была замороженная деятельность в индонезии по определенным причинам полная фокусировка на арабские эмираты это знаете как полностью идти ва банк на пролом а как по-другому друзья идти когда мы уже продемонстрировали высокоскоростной подвижной состав на инотранс 2018 коллеги сбросьте пожалуйста обязательно материал youtube потому что меня он поразил когда я слышу на японском языке то есть это действительно та нация которая развивает в качестве первых в основном инновации и они говорят об именно белом белоснежном как они сказали подвижном составе который заставил их репортеров восхититься тем что они увидели и обязательно посмотрите этот репортаж замечательный репортаж он ни в коем случае не идет сравнение на с теми репортажами которые я видел на русскоговорящем пространстве то есть там знаете еще такая дипломатическая нотка и предположение и сомнение тут японцы просто как зарядили так и зарядили я думаю что этот репортаж можно будет когда юни лед уже будет испытываться и потом появится он уже 2020 году он будет просто летать в научном инновационном центре на территории арабских эмиратов то есть сейчас это предположительно таким образом планируется почему я говорю всегда на своем вебинаре предположительно теоретически потенциально я произношу свои свои слова подобного рода друзья только при том факте если это не зависит лично от меня либо лично от какого-либо другого инвестора совладельца компании которая составляет вот это вот ядро основное звено которое я сравнил с такой стальной стальной проволокой внутри путевой структуры то есть это действительно венчурный проект мы все участвуем в венчурном проекте и об этом стоит помнить друзья так вот я могу сказать что планы нам намечены действительно грандиозные сейчас вот грузия присоединилась на таком этапе именно широкомасштабно когда мы видим действительно что ломилась аудитория то есть это уже не обучение это уже конференция более 250 людей как минимум присутствовало естественно вы видите что как обычно в в проходе стояли люди вы видите вот замечательного лидера уже мой товарищ знакомый партнера то есть я лично познакомился для меня это очень важно друзья с давидом с смри и и соответственно мы провели незабываемое время по обсуждению уже наших стратегий действия в грузии и чем им повезло то что в принципе и визиты грузинской делегации были в минск то есть 11 июля 2017 года посетила делегации грузии то есть там были представители властей и бизнес сообществ можете посмотреть в новостях если у кого-то есть под рукой то сбросьте эту новость либо позже я обязательно сброшу то есть у грузии огромный потенциал друзья я могу сказать то есть это вот такие вот красивейшие регионы это одна из долин и представьте что в таких местах могут реализовываться вот по подобные концепты то есть концепты линейных городов абсолютно экологичных то что сейчас нам кажется таким каким-то будущим но я вижу это уже в настоящем и не вижу никаких преград вопрос в инициации адресных проектов привлечение уже крупных инвесторов и друзья что-то мне подсказывает первые проекты и в том числе и связанные проекты арабского направления как связанные проекты арабского направления финансировать будем мы с вами но и мы с вами постепенно при развитии компании будем обретать все большее благополучие все большую мощь и это мы прописали в той стратегии которую я вам покажу и именно вот так вот эфемерно покажу потому что это тоже очень важный этап для меня лично так как не каждый день прописываешь стратегию до 20 года с коллегами и друзья вот эту фотографию я сделал специально поднялся на фуникулёре кстати очень интересный аспект момент что этот фуникулер терпел именно в тбилиси про и происшествия то есть он был остановлен причем относительно не так давно но без человеческих жертв насколько я знаю но все таки кабель трос оборвался я специально как настоящий испытатель раскачивался и так далее то есть на фуникулёре то такого вида ну я перемещался в нижнем новгороде и действительно он раскачивается при боковом ветре ну то есть я могу сказать что ни в коем случае не идет сравнение с уникаром на котором мне посчастливилось перемещаться шестиместный наш молодец добрый высокотехнологичный который перемещается между тремя пролетами видите вот эту вот картинку то есть это не картинка с интернете с интернета честно говорю друзья что я ее сделал с панорамы я уж не стал выкладывать свое селфи потому что это все таки не вебинар по брендингу там чего-либо и посмотрите уже далее вот эту картинку вы видите уже потенциально вот тот же мостик я могу сказать что сейчас не буду на этом останавливаться просто был поражен тбилиси очень мне понравился город высокотехнологичный смешение культур смешение архитектурных стилей и как ни в какой другой город сюда будут идеально вписываться сейчас я могу сказать я увидел в реальности что вот вы видите высотная станция она идеально вписывается в концепцию в образ города потому что даже министерство юстиции друзья там абсолютно прозрачно и в прямом смысле так как Михаил Саакашвили максимально как мне рассказывали коллеги снизил коррупцию и министерство юстиции там действительно такое здание с архитектурой будущего абсолютно стеклянное прозрачное ну и соответственно вы видите вот высотную станцию она идеально вписывается в образ в архитектуру тбилиси то есть это действительно тот материал который стоит нашим грузинским коллегам использовать и я им даже немножко завидую насколько им просто развивать направление потому что ну действительно пробки в грузии в тбилиси на подъезде к аэропорту я могу сказать что это сравнимо с азиатскими пробками друзья то есть какой там пассажиропоток ну наверное даже и московское метро то есть 25 тысяч пассажиров в час там понадобится там есть тоже метро друзья я там не прокатился то есть это мое упущение ну был жесткий тайминг у нас как у членов правления и соответственно я могу сказать несмотря на то что построили метро друзья сейчас я не увидел того что они сильно именно вот метро позволило сильно разгрузить дороги в тбилиси ну и видите вот конкретные визуализации я нисколько не сомневаюсь что тот проект который мы уже обсудили друзья на своих вебинарах мы всегда говорим что мы говорим конкретику и вообще это принцип и одна из основ Skyway Capital я скажу так что от Грузии в одно место протяженность 20 километров то есть у нас был разговор переговоры с одним из представителей чиновников с самим чиновником и обсуждали уже этот проект правительство инновации поддерживает правительство за инновации и собственно декларирует что и финансирование также найдется но друзья покажет время покажет практика но чего мы не собираемся как-либо откладывать так это развитие привлечение развитие инвестпроводящей системы именно среди грузин открытый честный народ друзья который почитает традиции традиции предков которые очень сильно уважают экологию но как ни в какой другой стране друзья действительно грузия сейчас взяла на себя ответственность так скажем взять ленту первенства у тех стран которые сейчас соревнуются и в привлечении инвестиций и в реализации адресных проектов вьетнам собственно в пятки тебе буквально дует уже грузинский бравый народ и друзья что характеризует философию у нас произошел очень интересный случай так получилось что когда была экскурсия на на территорию одного из поместья грузинских и кто-то хотел из людей сфотографироваться с бутылкой вина большой такой 22-литровый видимо двинули и все вино вылилось и собственно вот что сказала именно та женщина которая является одной из глав семьи естественно после мужчин что то что не бьется в доме друзья то там если в доме что что-то не бьется то в этом доме нечему уже биться я могу сказать друзья что это ведет сравнение с другой русской пословицы поговоркой все что нас не убивает делает нас сильнее и это все отразил Анатолий Эдуардович в своем интервью я к нему очень плавно так постепенно подхожу и буквально тезис на то что меня поразило и то что является дорожной картой то есть в плане инженерной реализации вопросов никогда не было и наверное не будет потому что Анатолий Эдуардович это действительно тот человек который рассчитывает то что делает другие месяцами ну буквально за минуту-полторы в уме то есть это нужно уметь и если рассказывать про грузию друзья вот этот слайд запомните тут мы такие подзагруженные перезагруженные перепрошитые обсуждаем стратегию развития направления именно Skyway Capital до внимание до 2020 года до 2020 года мы все досконально прописали до 2019 года мы имеем четкое понимание какие инструменты нам внедрять на что влиять для достижения цели и цели мы обязательно как манифест настанет время вам обнародуем и это будет наш общий манифест друзья потому что нас ждут очень интересные времена но чтоб настали эти интересные времена друзья это не моя фраза и в чатах уже гуляет мнение что моя фраза что наступают золотые времена для Skyway я не имею права произносить такую фразу потому что многих вещей которые происходят внутри головной компании многих переговоров да я о многом в курсе но такие фразы я не могу произносить и взять на себя ответственность только те люди которые видят уже с высоты птичьего полета развитие проекта Skyway и действительно задали курс на восток я говорю про Павла Скойбеда то есть это замечательный дипломат это действительно бравый мужчина который пробивает своими плечами своими локтями я бы не сказал что не понимание среди арабского мира потому что там как раз таки понимание есть но использует все свои связи и произнес на инотрансе неоднократно такую фразу которая стала одним одним из афоризмов инотранса 2018 что для Skyway наступает золотые времена то есть это цитата нашего уже второго классика по нашей арабской стратегии всеобщей Павла Скойбеда друзья и действительно когда настанут эти золотые времена мы ну наверное просто чудеса начнем творить как сейчас это аналогия 300 спартанцев то есть огромную работу огромный результат проделывают люди которые наверное на мой взгляд инвестируют в числе первых в те проекты которые становятся прорывными которые сулят потенциальные очень высокие прибыли для тех инвесторов которые начинают участвовать в рисковом венчурном проекте это мы с вами друзья и вот в этой комнате благодарим наших коллег партнеров что выделили для нас вот такую вот именно переговорную комнату я запомнил на всю жизнь свое именно участие в проекте Skyway более 17 часов когда мы общались с Виктором Бабуриным Сергей Анатолевичем Сибиряковым с Анатолием Эдуардовичем Юницким обсуждали штурмовали именно по поводу программы развития Экомир и это было все описано друзья обязательно обязательно прочитайте кто не в курсе программа развития Экомир Андрей либо другие коллеги сбросьте эту ссылку потому что новичкам я это сугубо рекомендую прочитать и собственно вот второе то что мне надолго запомнится это обсуждение уже с коллегами с которыми я плечом к плечу действительно развиваясь уже сквозь года кто-то так скажем пожелает отдохнуть и у кого-то может быть какие-то сомнения нужно разобраться в себе это нормально друзья но что мы наметили я думаю что это обязательно реализуется при достижении этих золотых времен вот обсуждение стратегии более пяти часов друзья мы обсуждали не даст соврать Давид мы не задерживались долго на конференции то есть были ответы на вопросы что касается ответов на интересные очень вопросы то есть очень задавали много вопросов про технологии вопросов про то что какие риски там и так далее не было таких вопросов потому что грузины понимают что необходимо менять ситуацию транспортной инфраструктурной отрасли в их регионе что их регион несет себе огромный потенциал я уж не говорю про прибрежную зону Батуми и так далее ну а Батуми там рукой подать 20 километров до Турции и друзья для меня для всех членов правления это был очень важный этап вот эти пять часов они дали очень многое и друзья переходим постепенно к самому главному это то что сказал Анатолий Эдуардович в своем выступлении вы все прекрасно знаете что из СВИГа была утечка то есть Андрей Федорович извинялся что он назвал проектом что запускается проект в Арабских Эмиратах друзья это не проект это даже не тестовый участок это даже не экотехнопарк это международный мировой научный инновационный центр и это действительно честь и хвала тем высшим слоям высшим звеньям именно среди арабского народа среди именно приближения шейхов а может быть и самих шейхов я не знаю точно эту информацию кто взял на себя смелость с учетом геополитических рисков и с учетом того что друзья видите что творится сейчас в мире это очень серьезная мировая торговая война между Трампом и то есть США и Китаем вы видите чего они добиваются то есть на 30 процентов буквально несколько дней назад побрушились все котировки американских акций вы видите какими способами происходит эта битва я могу сказать что буквально тоже несколько дней назад впервые за всю историю перепроверьте возможно как бы это фейковая информация но в двух источниках это я увидел что юань принят на именно внутреннюю биржу международного валютного фонда впервые за историю друзья то есть происходит что-то невероятное я увидел за это время обвал фиатного аналога в криптовалютном рынке тезеры и какие манипуляции с ним происходит и астрологи хотя я в это особо не верю то есть я православный человек христианин и верю несколько в другие вещи друзья и собственно говорят что в девятнадцатом двадцатом году будет очень серьезные огромнейшие потрясения и к этому нужно готовиться и к этому друзья мы уже подготовились потому что мы с вами вступили на борт международного экономического ковчега который возможно потенциально теоретически действительно может в этом цунами в этом потопе ближайших экономических потрясений нас как-то уберечь и спасти спасти то что мы нажили спасти то что мы инвестировали и во многих регионах во многих народностях во многих странах прививают такое понятие что не думайте о пенсии а создавайте себе пенсию сами и собственно друзья вот как раз таки мы начали это предположительно по своему наитию по своей интуиции делать в 2014 году а кто-то еще и раньше дорогие друзья и то что нас ожидает в апреле 2019 уже года это действительно поражает воображение об этом я мог только мечтать когда присоединялся в 2014 году потому что в 2015 году Анатолий Эдуардович уже собрал первые звенья научно-производственного конструкторского предприятия ЗАО струнные технологии то есть первые КБ начали образовываться кто-то не верил что юницкий это соберет мужик сказал мужик сделал кто-то не верил что появятся первые подвижные составы и собственно в 2016 году если я не ошибаюсь друзья потому что у меня все огромное количество информации но если вдруг я что-то вдруг оговорился либо что-то другое друзья я представляю вам очень классный крутой материал пользуйтесь им это материал который я начал готовить и потом именно было делегировано другим коллегам Леонид это замечательно делает это презентация экотехнопарка и основных таких вот новостей по строительству по запуску подвижных составов и если у кого-то есть сомнения вот все так скажем презентации все сейчас конференции я начинаю вот собственно с одной очень интересной картинки я видел кстати еще другую визуализацию вот подвижные составы это сделано за два с половиной года друзья покажите мне компанию которая реализовала такой спектр инноваций за два с половиной года мужик сказал мужик сделал опять же друзья и сейчас я думаю что все меньше будет сомнений все меньше будет вопросов у тех людей которые уже крупными инвестициями присоединяются к проекту а будет ли реализовано то что декларируется в уже девятнадцатом году и что декларируется что было уже сделано я не буду останавливаться и как-то пересказывать интервью Анатолия Эдуардовича Юницкого курс на восток вы все можете его посмотреть но я отметил для себя там некоторые аспекты на некоторых аспектах я сознательно не буду останавливаться потому что лично от меня как и от многих наших инвесторов это от меня не зависит это курс который держит головная компания но что от нас зависит друзья и что мы с вами уже сделали как люди которые инвестируют в эту технологию в апреле и я об этом был в курсе хранил так скажем обед молчания и помню этот день когда была выделена уже земля то есть территория в 25 гектар это огромная стоимость собственно на экофесте анатолий эдуардович упоминал я не знаю про 25 гектар или нет это имеется ввиду сумму 750 миллиардов долларов но собственно вот земля была выделена и как только были подписаны вот эти договоренности до этого была проделана огромнейшая работа по подготовке потенциальных адресных проектов в тот момент когда я еще занимался разработкой блокчейн платформы которая потенциально могла перевести людей на экофесте в том числе за токены но собственно было предпринято другое направление и это все стало развиваться в рамках головной компании в недрах головной компании это был лично мой и лично Сергей Анатольевич венчур мы понимали ответственность мы понимали риски и собственно в ближайшее время уже как декларировалось неоднократно на экофесте в октябре мы увидим услышим что в этом направлении будет сделано и меня коллеги я прошу не спрашивать об этом потому что если бы я координировал это развитие я бы освещал и освещал это в открытых источниках в гитхабе и так далее то есть и причина есть то что это не освещается друзья потому что мы занимаемся не игрушками этими же этой же причиной я могу назвать то что головная компания не освещает это мое предположение чисто новости по разработке и какой-то процесс разработки блокчейн направления потому что это было именно обсуждено видимо с партнерами и соответственно та же причина почему ролик который уже был записан более месяца назад не появился в нашем масс-медиа скайвейском пространстве и не вышел за границы зао струнные технологии для распространения использования в качестве мощнейшего маркетингового материала что первое было заложено вбитом гвоздик вкопан колышек либо установлен краеугольный первый камень нулевой километр остается только догадываться что-то началось но что точно началось друзья я могу сказать это обсуждение подготовка контрактов конкретных десятков адресных проектов и сумма на 1 миллиард которая была озвучена и наверное как тест как потенциальная попытка это было сделано абсолютно верно абсолютно правильно потому что сразу как лакмусовая бумажка проявились наши оппоненты наши недоброжелатели друзья и собственно вы видели что происходило на столе какие газеты появились у министра транспорта Индии сейчас кстати друзья я объявляю всем что на индийском пространстве мы можем абсолютно мощно работать что мы и начали делать и если у кого-то есть структуры я могу сказать что остались совершенно немногочисленные страны которые не могут работать в плане развития краудинвестинговой системы так вот стройка началась не в сентябре друзья намного раньше и предшествовало этому многое потому что реализация научного инновационного центра это не просто что-то там построить конкретный дом небоскреб это ряд проектных работ которые шли по различным направлениям и соответственно стоит отметить что вот это направление которое будет реализовываться в арабском мире оно будет реализовываться и применяться для всех проектов которые будут развиваться в условиях жаркой тропической такой субтропики и так далее это дожди это ливневые это различные селевые потоки это возможно потенциальные наводнения я не говорю про арабские эмираты я говорю вообще про мир если говорить про арабские эмираты это соответственно различные солевые отложения это песчаные бури посмотрите наберите в youtube песчаные бури катар песчаные бури дубай это действительно друзья это стихийное бедствие и элементарно как сказал Анатолий Эдуардович я к этому добавлю что системы машинного видения должны быть приспособлены к мониторингу пути следования потому что все таки в подвижных составах уже будет не по 6 по 8 человек перемещаться 250 350 человек 30 50 70 тысяч человек в час вот такие необходимости вот такие заказы потенциальные по арабскому направлению соответственно контейнеры юниконты наши будут возить уже не там допустим 2 3 тонны это будет сотни тысяч тонн различных сыпучих материалов различных строительных материалов огромный бизнес который предполагается друзья и мы я надеюсь станем совладельцами этого бизнеса я лично очень сильно желаю войти в то направление когда будет реализовываться просто один за другим искусственные острова и будет там рождаться буквально из ничего из воды инфраструктура которая будет иметь просто огромные рои то есть return of investment возвращение инвестиций как это звучит на бизнес сленге на венчурные терминологии друзья очень хочется участвовать в таких проектах и я искренне надеюсь что нам как системе людей как именно цепи людей дадут возможность участвовать в этом но опять же программу экомир почитайте там это все описано из этих жестких очень климатических условий нужно разрабатывать новые виды подвижных составов парабы нам верят нам доверяют нас уважают они поставили на свой кон репутацию и соответственно юницкий поставил на кон ну наверное все и соответственно сказали что докажите покажите начните реализовывать и собственно еще до завершения реализации обязательно вам поможем обязательно будем максимально способствовать друзья что будет в ближайшем будущем мы с вами обязательно увидим ну и соответственно была проведена выставка в арабских эмиратах мы увидели вот эту сумасшедшую логистику друзья я эту логистику поощущаю на своем примере фактически наверное каждую командировку и как перемещался наш бедный в этом плане юнибайк по логистике то есть с республики беларусь соответственно в прибалтику он отправился сухопутным грузом потом баржа баржа села это знаете как в какой-то истории даже в каком-то фильме действительно так происходило баржа села на мель антолий эдуардович дал указание с баржи обязательно визите в ближайший аэропорт соответственно с парижа это долетело зачем-то до люксембурга только с люксембурга это полетело в дубаи и собственно была даже опасность был риск если бы опять же стратегически неверные решения были приняты антолий эдуардовичем то юнибайк вовремя бы не приехал то есть примерно месяцы полтора два месяца ехал ехал и наконец приехал юнибайк на выставку в арабских эмиратах мы не можем допустить я говорю мы это уже под слов головной компании чтобы прокат который был заказан в австрийской компании естественно австрийская компания абсолютно не разглашается но прокат был заказан еще в мае соответственно подвижной состав на трассе которая будет продемонстрирована в апреле восемнадцатого года это провисающая полужесткая путевая структура с тремя пролетами по аналогии того что мы уже видим на экотехнопарке на мариной горке все это уже в вип исполнении я с нетерпением ожидаю что же там какие опции для вип лакшери преисполнение понадобится но подвижной состав друзья был также запроектирован давно сделано в качестве проекта и через два месяца он будет готов и соответственно испытания вначале будут в республике беларусь далее он отправится в арабские эмираты я повторюсь это не будет просто экотехнопарк это будет международный инновационный научный центр и соответственно там будет сосредоточено и производство там будет испытательные стенды там будет и площадка обучения там будет и уже включение в качестве обучающей составляющей потому что нужно будет учитывать арабский менталитет иностранный менталитет там уже будут частично естественно те даймонды те алмазы которые сейчас работают в зао струнные технологии но будет уже пополняться диверсифицироваться в кадровом резервном потенциале уже в качестве иностранных работников их нужно будет обучать на английском соответственно будет создаваться уже площадка база обучения это будет целый институт который войдет в ведущие академии и обучающие спектры в арабском и международном мире и Анатолий Эдуардович всегда ставил свою цель создать наряду с научным инновационным центром также и международную академию SkyWay для обучения инженеров и для моментального взращивания кадрового потенциала друзья потому что мы понимаем сейчас что нам предстоит делать какие действия по развитию инвестпроводящей системы Анатолий Эдуардович это понял еще долгие годы назад десятки лет назад когда он прорисовывал прочерчивал и намечал этапы развития по программе Экомир друзья и это действительно поражает потому что вслед за тем кстати для чего была получена земля далее и 250 200 гектар нам примерно дали то есть это примерно 2 квадратных километра друзья полтора миллиарда долларов стоит и вот эта земля тоже была выделена это уже для вакуумного и перемещения сверх скоростного гипер скоростного подвижного состава в вакууме фар вакууме то есть в трубах которые сейчас пиарится и позиционирует гиперлуп но почему-то они на инотрансе 2018 ничего не продемонстрировали и соответственно уже наряду с демонстрацией скоростного перемещения то есть 500-600 км в час тоже жизненно необходимо для арабов это будет демонстрироваться уже вот на такой большой действительно территории 25 гектар кстати находится в очень интересной перспективнейшей черте города какой город кто-то может догадаться кто-то может быть уже догадывается но все же в открытых источниках это никак не освещается но как раз таки через год уже к апрелю это будет приближаться к центру города вы знаете что в 2020 году в дубае происходит очень серьезная выставка мирового уровня и это очень важно для вообще арабского мира и в целом для экономики для геополитики ну собственно в дубае это будет либо не в дубае друзья это покажет время собственно только головная компания это может осветить но это будет храниться в жесточайших тайных уголках головной компании всего лишь нескольких головах наверное ну меньше десяти людей обладают информацией и под подписью совершенно конфиденциально индей хранят верно эту информацию и другие люди абсолютно не знают об этом и друзья что меня радует и я с удовольствием как смотрел канал discovery как действительно с помощью бурозабивных свай и так далее реализуется концепция небоскребов там действительно инновационные такие технологии очень серьезные но в условиях климатических очень жестких начинает ввести эти небоскребы они начинают качаться расшатываться в общем не особо устойчиво и друзья все эту проблему понимают и опять же доверяют инженеру юницкому так как юницкий естественно на переговорах он говорил обо всем вплоть до строительства подготовки строительству spaceway но естественно к этому мы придем уже после опробирования концепции линейных городов и это кстати все также прописано в программе экомир еще очень очень давно друзья и соответственно фактически все технологии которые были освещены то есть это струнные взлетно-посадочные полосы струнные дороги струнные высотные здания эко-дома зеленые дома и собственно до нового года вот подарок нам на новый год друзья потенциально будет именно построенный уже умный эко-зеленый дом то есть sky дом sky smart дом sky smart house я не знаю как он будет называться чисто из моей головы буквально спонтанно но что примечательно это будет показывать арабскому миру соответственно как максимально избавляться от кондиционеров и друзья это боль везде я был в сингапуре и я полюбил эту страну я полюбил этот город но вот это вот духота и вот эта возможность простыть и когда мне рассказывали офисные работники что нужно по три по четыре рубашки с собой братья они действительно весят это у себя в офисе потому что просто все насквозь промачивается и есть угроза получить воспаление легких потому что кондиционеры дуют действительно на полную чтобы хотя бы какой-то микроклимат создавался и это Анатолий Эдуардович понимает и инновацию ноу-хау он готов представить в в качестве уже переговорного эко-дома где будут приниматься ведущие мировые делегации уже это будет старший брат нашего гостевого домика тоже кстати такая концепция эко-дома потому что там с помощью камина обогревается фактически весь дом и отопления фактически нет и вот в этом уже эко-доме тропического исполнения и друзья я думаю что вы понимаете что девелоперский рынок и рынок инфраструктурного бизнеса недвижимости то есть вот давайте посмотрим на эту картинку чтобы представлять насколько разятся рынки в европейской части в горной части и соответственно в части реализации эко-домов то есть это малоэтажное строительство непосредственно уже на территории арабского мира совершенно другие технологии совершенно другие концепции и все концепции мы должны продемонстрировать и с малыми затратами которыми мы двигались и которыми мы действительно как 300 спартанцев жертвовали даже высотой именно расположение путевой структуры над землей в арабском исполнении это будет как минимум 6,5 метров и собственно не будет уже таких казусов случайностей либо совпадений никто этого не знает но неких ДТП как столкнулся погрузчик соответственно с проезжающим шанс 1 на миллион но это все-таки произошло друзья с проезжающим юнибусом то есть этого в арабском мире просто не произойдет потому что там будут уже совершенно другие средства но друзья мы с вами как первопроходцы мы с вами как те люди получают которые как частные инвесторы как физические лица потенциальную большую прибыль для себя и соответственно в такие проекты друзья но обычно не входит даже проекты которые скоманулись которые развалились это в материалах в лендингах будет посвящено то есть Элизабет Холмс проект Тиранос медицина привлечено более миллиарда долларов все скам и заведено уголовное дело фарадей фьючер соответственно инвестировал ведущий миллиардер китайский один из руководителей компании китайской но на одной из выставок когда этот концепт супер электрокара был представлен он даже не поехал вы помните вот этот действительно уродец который назывался инновационным автобус который перемещал в своем тоннеле китайский транспорт помните и между ним проезжали машины грузовики и вот этот уродец тоже сейчас могу назвать его уродцем это даже не гадкий утенок потому что это отняло больше чем сотни инвесторов более полутора миллиардов долларов тоже скам друзья вы видите насколько шатким отказался крипторынок и с одной стороны я жалею с одной стороны я понимаю насколько велика наша ответственность потому что мы не проект однодневка и когда будет запускаться размещение должно быть четкое понимание что мы делаем когда мы делаем и зачем мы это делаем в плане размещения и вы видите сколько крипто размещений не доделали и даже исчезли испарились и это могу сравнить с бумом даткомов это также будет освещено в нашем материале вы видите в каком боковике сейчас находится криптовалюта ведущая наша царь в криптовалютном мире биткоин друзья тоже достаточно нестабильная ситуация я думаю что вы понимаете что в свете предстоящего потенциального экономического кризиса и кто-то даже говорит об обнулении фиатных денег что будет с рынком недвижимости тоже друзья эти все факты эти все аспекты говорят за то что хотя бы чуть-чуть обратите внимание на действительно мужика который говорит и делает не просто мужика бизнесмена инвестора а инженера инженера который знает свое дело вот за что я могу говорить сто процентов друзья ну вероятность хорошо оставим один процент девяносто девять процентов это за инженерную часть я вошел в технологию skyway в первую очередь как инженер механик и я прочитал ознакомился со ста ответами на сто вопросов далее все зависит от стратегического развития от планов сейчас было продемонстрировано много это подвижные составы и друзья настала эра коммерциализации настанут ли золотые времена или нет как продекларировал павел скобида это покажет время друзья что радует ближайшее самое время нас ожидает действительно очень много новостей на что уже будет реализовываться в на арабской территории это будет освещено только при согласовании с нашими партнерами и друзья сейчас мы будем находиться не в информационном вакууме но будем наполнять уже то что мы можем говорить а что мы можем говорить друзья это проект сан-бернандино я к сожалению сейчас нет фотографии но владимир маслов и соответственно франтишек solar кстати мне сейчас звонят на ватсапе тоже с невады то есть переговоры по сша также ведутся их очень интересует направление именно скоростного транспорта и в начале это будет небольшие проекты но дело не об этом первые записки аналитические не аналитические а именно записки по будущему масштабному широкоформатному бизнес плану были сделаны и антолий эдуардович сказал что да нужно реализовывать сан-бернандино потому что в горной местности друзья нужно строить skyway и демонстрировать это также будет сродни и для тбилиси и для словакии и для швейцарии и для лихтенштейна и для кавказа и для чехчни и для дагестана и для многих 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 стран друзья гималайи альпы я могу называть бесконечно то что необходимо продемонстрировать в условиях горной местности и для аргентины и для чили друзья это все я беру из головы это те переговоры которые действительно были проведены друзья и проект сан-бернандино как раз таки будет демонстрировать и мы действуем и живем в таких реалиях если вдруг головная компания возьмет на себя ответственность и скажет что не нужно двигать этот проект и нужно все ресурсы потому что мы рассчитали что такое-то привлечение инвестиций не можем рисковать направлением да действительно может заморозиться проект сан-бернандино я не исключаю такой возможности но на сегодняшний момент был дан зеленый свет и соответственно в этом направлении мы будем двигаться и уж в этом направлении поверьте нам на слово будет полное освещение будет полное взаимодействие с нашими партнерами потому что здесь у нас у нас нет тех крупных стратегических партнеров которые играют на мировой геополитической сцене арене и которые действительно ставят на кон свою репутацию и создают действительно глобальное масштабное с учетом развития крупных телекоммуникационных компаний крупных инфраструктурных бизнесов под нашим проектом проектом Skyway Capital которые мы как члены правления являемся основными проводниками инициаторами в юридической также составляющей будут проведены некоторые изменения вот это поверьте уж на слово мы будем освещать и это будет та информация которая будет доступна всем нам с вами потому что мы за открытость так как та структура которая является сердцем это мы с вами друзья мы должны получать каждый день информацию и то что нельзя рассказывать мы рассказывать не будем то что рассказывать можно нужно и необходимо мы будем так пиарить мы будем создавать такие конференции и презентации что наши конкуренты оппоненты может быть даже враги позавидуют друзья и мы сделали этот выбор я думаю что каждый из нас с вами сделал этот выбор кто сегодня находится в вебинарной комнате друзья но пасаран сейчас 12 этап 13 14 15 этап нам остались самые такие судьбоносные в плане маркетинга вам вас ожидает очень серьезные такие новости сейчас я не буду о них говорить пускай это останется на следующие вебинары и в завершении своего вебинара я не хотел бы останавливаться на илоне маске но все же остановлюсь друзья это действительно как бы шоу маркетинг продавать огнетушители это шоу маркетинг запускать соответственно компанию я уже забыл то что илон маск запускал сейчас минутку я посмотрю а вот илон маск сообщил о планах тесла продавать именную текилу тесла текилы и друзья вот это налоги только мне говорит об одном вы помните бой действительно мировой который недавно прошел это хабиб нурмагомедов честь и хвала этому действительно великому русскому бойцу кто говорит про его прыжок там и так далее у каждого мнение на этот свой счет но друзья он защитил честь свою своей страны и своего народа и соответственно Конан Маргрегор у нас производит виски является величайшим шоуменом друзья сами досоставьте аналогию кто является инженером и деятелем а не шоуменом а кто собственно производит виски я не буду собирается производить виски тесла текила ну это это нужно постараться друзья у нас соответственно есть возможность производить скай вино там и так далее и я думаю что в рамках растущего бизнеса какие-то компании будут появляться потому что у нас есть производство гумуса и развитие и понимание каким образом экологически чистый виноград выращивать даже в условиях пустыне друзья но это никогда не будет стоять в рамках преобладающей концепции в рамках то что сначала шоу потом реальная деятельность наверное это и отличает технологию skyway от многих инноваторов которые начали как-то протаптывать дорожку но где-то затерялись в таких же горах которые вы видите и друзья хотелось бы и мы с вами на это берем тоже свою ответственность чтобы не затерялись наши с вами усилия и мы дошли до самой вершины и друзья что-то мне подсказывает мы это сделаем и тут уж даже не зависит стратегические партнеры не стратегические партнеры потому что самый большой вклад и самое большое развитие которое мы сделали с вами за 4 года мы построили систему это те люди которые двигают этот проект это на основе финансирования те люди которые двигают проект в качестве инженеров и соответственно во главу этой системы естественно стоит семья Юницких Анатолий Эдуардович Юницкий Надежда Геннадьевна Косарева наши арабские стратегические партнеры но друзья без того что мы с вами сделали ничего бы не было нужно об этом помнить и я думаю как говорит Робин Шарма это это великая мотивация действительно быть сопричастным к великому будущему друзья меня это мотивирует а мотивирует ли это вас ответьте сами на этот вопрос строй скайвей спасай планету и дай дорогу мир транснету до скорых встреч друзья следующий вебинар у нас пройдет 31 октября пожалуйста задайте вопросы если вас интересуют какие-то конкретные аспекты на некоторых моментах я сознательно не останавливался потому что собственно не имея желание где Сибиряков и Бабурин друзья есть контакты и есть возможность связаться с Сергеем Анатольевичем с Виктором Игоревичем и я не привык говорить за других людей и спросите сами уточните возможно вы получите информацию и это рекомендую делать каждому Юницкий говорил о выкупе акции 19 минута 21 секунда посмотрите с этого времени это все освещается большего я сказать не могу друзья и не буду еще вопросы коллеги вот кстати акции доли друзья помните что сейчас Юницкий переуступает от своих активов своей интеллектуальной собственности то есть это схема конвертируемый займ вы можете все это посмотреть в институционном меморандуме и станет это акциями реальными не станет это зависит от коммерциализации в этом и есть венчурность нашего проекта в начале проект в оаэ финансируем мы с вами друзья но это со слов головной компании со слов Анатолия Эдуардовича что 13 14 15 этап посмотрите обязательно друзья вам сброшу повторно доклад Юницкого на экофесте это наша дорожная карта которая не то что устарела но сейчас есть еще более свежайшая информация прочитайте вот эту стенограмму там все написано более чем на 13 14 15 этапе потенциально могут прийти очень серьезные крупные авансовые платежи достроят воэ первое нужно будет показать в апреле 2019 года это будет показана городская трасса провисающая путевая структура 3 пролета тропическое исполнение и вип-версия кабинеты блокчейн цифровая революция для skyway это все в головную компанию я к этому не имею сейчас доступа и соответственно про это говорить не могу и не имею права друзья еще вопросы готов ответить на все вопросы если вас что-то интересует тролли тоже не стесняйтесь пишите по этапу интересный момент друзья тоже очень такая важная информация нас ожидает но будет как всегда объявлены в рамках головной кампании но друзья вы должны понимать 13-14-15 этап то есть мы с вами привлекли чуть больше в районе 45-50 миллионов долларов и соответственно 13-14-15 этап это наибольшая сумма друзья напишите ваши эмоции вселяет ли вас доверие уверенность готовы ли вы вообще рвать и метать чтобы развивать наш проект skyway на этих крайних стадиях этапах с учетом той венчурность с учетом тех рисков которые сейчас мы видим которые я всегда обрисовываю пусть каждый ответит нет нет так ничего не это демок все рога ну все удивлены очень рога м Продолжение следует...